МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Газ – это не только бытовые удобства, но и залог сохранения, развития села, да и всего региона в целом. Эти слова первый вице-премьер произнес 15 ноября на церемонии пуска газа в хуторе Вербовском Калачевского района. Сегодня к голубому топливу здесь уже подключились 70 домовладений, в их числе и дом многодетной семьи сельских, в гостях у которой побывал Виктор Зубков. Супруги рассказали федеральному чиновнику, что теперь смогут серьезно экономить на отопление. Раньше на это в год уходило почти 10 тысяч, сейчас всего 450 рублей в месяц. Здесь же, в Калачевском районе, Виктор Зубков встретился с ветеранами Великой Отечественной. Фронтовики поделились тем, что их волнует больше всего. Так, раньше в городе Калач-на-Дону действовало две больницы, теперь работает только одна. Сейчас обстановка в больнице такая, что она имеет всего на 230 коек. Значит, там неукомплитовка врачей-специалистов. Решать эту проблему надо как можно скорее, отметил первый вице-премьер и дал поручение губернатору. Посмотрите, действительно, какая нагрузка ложится на существующую районную больницу. И, значит, давайте вместе посмотрим, что можно реально найти деньги тогда на проектирование районной больницы. Ну а дальше уже будем вместе думать, как профинансировать тогда эту больницу. Кстати, в Калачевском районе действует 56 первичных советов ветеранов. А вот места, где фронтовики могли бы собраться вместе, нет. Местные власти получили от Виктора Зубкова еще одно поручение – организовать для калачевцев свой дом ветеранов. Обсуждение вопросов волнующих участников войны продолжилось 16 ноября в Волгограде в региональном отделении пенсионного фонда. На встрече с Виктором Зубковым представители ветеранского сообщества озвучили проблему разницы пенсий между тружениками тыла и фронтовиками. В свою очередь первый вице-премьер сообщил о повышении в полтора раза военных пенсий с января нового года. Оно затронет 30 тысяч пенсионеров Волгоградской области. Вы как генерал-лейтенант, у вас должно быть 30 тысяч. Не возражаете? Не возражаю. И еще из хороших новостей. Здесь же в пенсионном фонде был вручен 60-тысячный сертификат на материнский капитал семье Муртазаевых. Второй ребенок у них родился 8 месяцев назад. Естественно, я хочу потратить эти деньги на образование детей в будущем, так как вроде жилье у нас есть пока. Может быть, конечно, в будущем мы будем расширяться, но я думаю все-таки дать хорошее образование своим деткам. Далее в насыщенной программе Виктора Зубкова чествование наиболее отличившихся участковых уполномоченных Волгоградской области. Свой профессиональный праздник они отмечают 17 ноября. Вы, участковые, это практически лицо нашей полиции. По вашей работе, судя на работе всего министерства внутренних дел, всей власти по сути. Участковый тот самый человек, который всегда на передовой в гуще событий среди людей. Виктор Зубков поздравил и победителя областного конкурса «Народный участковый». В этом году им стал волгоградец Александр Сухоруков. Награду ему вручили денежную премию и ключи от новой служебной машины. Новенький спецтранспорт получили еще 10 лучших участковых уполномоченных региона. В этот же день первый вице-премьер посетил и два предприятия в Красноармейском районе Волгограда. ТЭЦ-2, которая обеспечивает энергией промышленность Южного промузла, отметила 55-летие. Виктор Зубков вручил ряду работников правительственные награды и благодарственные письма. А на нефтеперерабатывающем заводе федеральному чиновнику показали новую установку коксования. Она позволит увеличить процент переработки нефтяных остатков с 85 до мирового стандарта в 95%. Людмила Кухарева, телекомпания «Ахтуба». В ходе прошлого визита в Волгоград Виктор Зубков в том числе провел встречу с представителями спортивной общественности нашего региона. Чемпионы олимпийских, пара олимпийских игр и заслуженные тренеры рассказали, как идет подготовка к летней Олимпиаде 2012 в Лондоне и озвучили проблемы, которые есть сегодня в сфере спорта. О том, как они могут решаться, а также об итогах календарного сезона, в том числе и футбольного, мы поговорили с председателем областного комитета по физической культуре и спорту Игорем Козловым. Игорь Владимирович, на встрече волгоградских спортсменов с первым вице-премьером Елена Синбаева озвучила проблему отсутствия необходимой инфраструктуры для занятий спортом на селе. Ситуация в сельской местности действительно требует перемен. Ну, безусловно, безусловно, потому что практически, если мы возьмем, даже не говорю село, я говорю муниципальные районы, то есть это даже города, допустим, да, городские поселения, вот, если посмотреть на то, какую инфраструктуру они имеют, спортивную, ну, прежде всего, мы, конечно, говорим, пока не о ледовых катках, да, мы, конечно же, прежде всего, имеем в виду спортивные залы. Спортивные залы, даже, может быть, в большей степени, чем бассейны, потому что спортивные залы – это место, где действительно реально можно привлечь население к регулярным занятиям, потому что это спортивные игры, потому что это масса видов спорта, необходимых для того, чтобы и в муниципальных районах население имело возможность заниматься регулярно в любое время года. А вот что Лена говорила из Инбаева о том, что нам требуется помощь для того, чтобы реализовать существующий проект очень экономичного спортивного зала, очень функционального спортивного зала. На сегодняшний день подобный проект уже реализуется в Старополтавском муниципальном районе, в самой Старополтавке, строится этот проект, он обходится после всех конкурсных процедур в целом области до 20 миллионов рублей. Это сравнительно дешево по сравнению с теми физкультурно-оздоровительными залами, которые строятся в целом по области, в целом по стране. Речь идет о том, что вот если бы реально получить поддержку, прежде всего, Минспорта для федерального софинансирования подобных проектов, то это бы, конечно, позволило строить по 5, по 6, может быть, по 8 залов одновременно, потому что, что такое федеральная поддержка, даже из расчета 50 на 50, это очень существенное количество, то есть 50, 60, 70 миллионов федеральных средств, плюс такие же деньги областного бюджета, ну, может быть, чуть больше, и это порядка 5-6 залов, это, конечно же, очень серьезное подспорье. О хороших спортивных новостях. Ротор закончил календарный сезон на первой строчке турнирной таблицы 2-го дивизиона зоны Юг. Команда пока неплохо справляется с задачей, поставленной учредителем ротора, администрацией Волгоградской области. А каково сегодня финансовое положение клуба? Ну, безусловно, ротор сам для этого сделал очень много для того, чтобы это право завоевать, поскольку сегодня остался только один соперник, это торпеда «Армавир». Конечно, очень большие шансы на попадание в 1-й дивизион. Что касается финансирования, ну, безусловно, есть определенные проблемы с финансированием, поскольку есть проблемы в целом с тем, чтобы обеспечить бюджетными средствами функционерной команды. Конечно же, необходимо провести максимальную работу по поиску спонсора, по поиску того, кто станет генеральным спонсором команды, потому что в этой ситуации, конечно же, можно будет тогда ставить очень серьезные задачи. Потому что надо прекрасно понимать, что задача выхода в 1-й дивизион – это очень сложная задача, и она требует очень серьезных финансовых ресурсов. Но выступать в 1-м дивизионе и выступать достойно, чтобы не вылетать сразу по итогам первого же сезона выступления – это задача, которая требует значительно больших финансовых ресурсов. Мы знаем, что футбол – это самая популярная игра. И мы также знаем, что футбол – достаточно дорогостоящая игра, потому что популярные футболисты получают достаточно серьезную заработную плату. Поэтому заработная плата – это очень большая составляющая для 1-го дивизиона. Верно ли, что областные власти намерены взять на себя большую часть расходов на содержание Волжского футбольного клуба «Энергия»? Если будет положительно решена задача по финансированию ротора, то совершенно логично встает вопрос, что если команда представляет субъект федерации «Регион» в 1-м дивизионе, то, конечно же, просто необходимо для того, чтобы была преемственность, для того, чтобы была обкатка, для того, чтобы был достойный резерв, готовился необходимо иметь хотя бы одну команду во 2-м дивизионе, не надо оставлять. Поэтому в этой связи, я так считаю, что решение выхода ротора в 1-м дивизионной игры в 1-м дивизионе – это комплексная проблема, связанная с решением второй задач по сохранению места для команды, представляющей Волгоградскую область во 2-м дивизионе. Поэтому на сегодняшний день энергия, такая команда уже существует. Я думаю, что вполне логично было бы воспользоваться этой возможностью и обеспечить функционирование клуба. Безусловно, с учетом того, что этот клуб будет очень тесно взаимодействовать с главной командой региона и будет поставлять резерв для главной команды. В этой связи действительно есть такие наработки, есть такие возможности решения вопроса. Помочь молодым предпринимателям сделать первые правильные шаги. С этой целью в Волгограде прошел информационный форум, который собрал представителей Федерального агентства по делам молодежи, властей региона, общественников и самих начинающих бизнесменов. Проведением форума был донстат реализации программы по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность. С этого года данный проект реализуется в 40 регионах страны. Об этом и других событиях региональной недели в обзоре новостей. 14 ноября в Волгоградской области стартовала программа по развитию молодежного предпринимательства. Она открывает перед теми, кому еще нет 30 и кто хочет начать собственное дело, новые и даже уникальные возможности. Начинающим бизнесменам окажут финансовую поддержку, помогут информационно. На эти цели в нынешнем году запланированы 30 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Идея школы молодых предпринимателей в масштабах страны родилась три года назад на форуме «Селигер». И уже сегодня для того, чтобы стать бизнесменом, можно просто заполнить анкету, рассказав о своей бизнес-идее. Самые популярные направления – это торговля и сервис. К слову, до конца этого года в России должно появиться более 5000 новых малых предприятий. Причем поучаствовать в проекте могут и старшеклассники, а также все, кому еще нет 30 лет. 15 ноября губернатор Анатолий Бравков встретился с жителями региона Волгоградской приемной президента страны. Супруги Ширины из Городичинского района пришли с просьбой помочь приобретение голосообразующего аппарата. В прошлом году Николаю Васильевичу сделали две операции на горле, после чего мужчина утратил способность говорить. Помочь восстановить голос может только дорогостоящая медтехника. Необходимый аппарат был вручен Ширинам прямо во время приема. На месте удалось разрешить и вопрос Волгоградки Галины Литвиновой. По ее словам, около четырех домов в Кировском районе уже лет 15 отсутствует освещение из-за постоянного обрыва проводов. Хождение по инстанциям не приносит никакого результата. Присутствовавший на приеме первый висомер Волгограда Игорь Пикалов заверил, что к 20 декабря будут выполнены все необходимые работы по ремонту бесхозной линии. И на улицах снова появится свет. С 17 ноября областные власти отрапортовали завершение установки демпферов на мосту через Волгу. Теперь Волгоградское сооружение – единственный балочный мост в России, оснащенный таким оборудованием. Демпферы находятся в трех самых длинных пролетах и гасят волновые колебания. Другими словами, служат своеобразными подушками безопасности. Решение об их установке было принято после ряда исследований и расчетов. Они проводились в связи с нестандартным поведением моста в мае прошлого года. Каждый из трех демпферов весит 20 тонн. Конструкция сложная и монтировалась с ювелирной точностью вручную. Все работы обошлись в 100 миллионов рублей. Побывавший на объекте губернатор Анатолий Бравко заверил, что теперь любые колебания на Волгоградском мосту исключены. 17 ноября администрация Волгоградской области и Российская гостиничная ассоциация подписали соглашение о сотрудничестве. Документ выгоден для обеих сторон. Только 4 из 59 гостиниц, действующих в нашем регионе, прошли через специальную систему классификации. Между тем, к проведению того же чемпионата мира по футболу предъявляются очень жесткие требования, в числе которых и обязательное наличие высококлассных отелей. С подписанием соглашения гостиничная ассоциация берет на себя обязательства по привлечению инвесторов в область для строительства новых объектов, подготовке и переподготовке работников отелей и рекламы волгоградских гостиниц на внутреннем и международном рынках. На этом все. Новые факты, новые события, новые комментарии станут темой нашей следующей программы. Следите за событиями региональной недели вместе с телекомпанией Ахтуба. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова